еще месяц назад привозили ее это викинг 20 по моему принципиально коробка даже похоже на тайговскую и на брпшную вот набор пишно она похожа от эти два платформы сказали греется сказали греется причина но неизвестно сейчас посмотрим разберем может где-то под зажали шестеренки нету свободного хода у шестерни и все из-за этого они уже ее как бы перебирали получается и сказали греется как-то так ладно и я буду заниматься сейчас серый приедет приедет будет мотор вставить в этот снегоход убрать штуку и поставить мотор на место на место его запустим его запустим убираем его набор пихина сегодня ночью будет снять подвеску свести заводить вот эту трещину раму и я сейчас посмотрел там домик тоже лопнувший подварить домик сам попробовать геометрию выправить геометрию и все потом после сварки уже установим на его усилитель подрамника как то так как то так работы как как я и говорю парни балом и нифига не успеваю это очень плохо но это как каждый год новогодние такие перед новым годом месяц обычно все время так всем все звонят всех что-то сломалось начали сезон и всем надо но парни разорваться я не могу то и всем помочь я не могу как-то как-то так я все-таки не робот человек и большая просьба просто вы меня одолели одолели со звонками да ну как бы звонить звоните но пацаны не звоните вот допустим сейчас у нас 6 часов вечера да хотя бы звонить из трех часов дня там и можете занять часов до 11 до 12 ночи по московскому времени а то вы начинаете долбить блять вот уже на на последние две недели звоните в пять утра в четыре утра это получается сахалин допустим где-то владивосток иркутск то есть разница во времени там 456 часов и вы долбите там 5-6 утра у вас то понятно дело утра вы уже там стали а я только еще вроде только лег спать и начинаются эти звонки как-то так и еще люди обижаются то есть скидываешь трубку еще и бежать трубку не берешь и не хочет говорить потому что у меня утро звоните но звоните как я говорю после обеда после обеда в любой день воскресенье воскресенье на выходные старайтесь тоже не звонить выходные все хотят отдыхать а так в любой день на неделе звоните там с 2 на не из 12 лучше с трех часов дня и до 12 ночи можете все начинаем работать что интересно увижу в этой коробке покажу ну что пацаны ребята всю коробку раскидал по всему столу получаем смотрите на бардак что столько инструмента настолько инструмента надо чтобы доставать получается смотрите кто будет да кто будет разбирать такие коробки вот с этой стороны это у нас получается сторона вот с этой стороны у нас выходит тормозной диск тормозной диска с этой стороны вставлены вот такие заглушки но я не придумал лучше способа как бы можно да тут уже видите старый хозяин ковырял отверткой типа как пытался вытащить ее но самый простой способ привариваться гаечка и вот такая есть приспособа вытаскивать сальники она вот так подцепляться так вот конька зацепляться и вытаскивать ну естественно когда будешь по новой эти крышки ставить гаечки убрать можно выточить другого способа я не вижу так по дефектовки до получас но естественно все сальники все подшипники под замену практически все они шумят поставили получаться этого у переключения передач селектор до поставили вот этот зацеп он у нас двигает две муфты вот эту муфту и вот эту муфту на втором валу это вал заднего хода получаться это основной его и поставили его криво и видно что вот здесь она видите потемнело грелась вытерла не знаю как передачу они переключали но факт в этом есть что вот из-за этого могу греться потом развалился подшипник это нижний подшипник он стоит большой шестерни вот с этой стороны с этой стороны и получается вот в этом месте он стоит это у нас выход сюда вставляться приводной вал на гусеницу у его постоянно тек вот этот сальник то есть они уже его тут несколько раз меняли вклеивали на герметик но это ничего не помогает почему он тек потому что естественно вот этот подшипник разбит да он имеет вот такой люфт и шестеренка как бы качалась в корпусе коробки и сальник получаться ну сам вал работал по эллипсу да по валу и этот сальник постоянно будет течь это из-за этого я думаю что вот из-за этого подшипника и грелась еще дополнительно грелась блин еще чуть-чуть и он бы просто заклинил как-то так так здесь у нас дефект потом косяк на паразитках на паразитках паразитка были гайки вот эти которые регулировочные вот здесь но это парни я объясняю тем кто да у кого он допустим тайга стелс этот же викинг раз остался росомаха ну brp там эти два эти один платформы принципиально коробки все то же самое то есть гайки были отпущены вот эти гаечки с контрагайками и получаться шестерни скорее всего болтались и шестеренки сгрызли друг друга видите какие раковины то есть это по всей поверхности шестерни это на первой паразитки на нижней вот это раковины на верхней паразитки тоже по всему кругу то есть но зацеп был просто шестеренки перекосились друг относительно друга и все это может быть происходило еще от того что нижнюю шестерню перекашивала тоже где-то нижнюю не смотрел еще даже ну вроде тут как такового нету но это может быть то есть нижняя шестерня входит зацепление вот с этой широкой шестеренка уже широко передает крутящий момент на эту шестеренку и получаться с нижней зацеп был более менее нормальные а вот эти две фразитки так как они откручены и в корпусе немножко перекосило и они друг друга сожрали так ну все больше больше так чисто замена подшипника очередной все болтаются все болтаются все подшипники провернула в корпусе один единственный подшипник вот это из корпуса пришлось выколачивать в корпусе сидел это получается подшипник вот этого вала промежуточного вала нижнюю все я привет хозяин покажу ему объясню ну и пусть ищет запчасти по стелсу я запчасти не ищу самих ну там сами клиенты ищут я этим не занимаюсь потому что остался эта проблема запчастями вечная и нафиг надо больше нервов и стратишь пока эти пока типа ну как его шестеренка ищут так по сути дела надо менять вот эти две шестерни на меня она вроде бы как бы зубья целая до подсожженная ну она будет естественно гудеть в таком положении если так вот их оставить поставить вот может просто-напросто отломить зуб и этот зуб заберет весь корпус коробки ну вот так то есть я сын он не сказал типа хозяин сказал что типа давай соберем так мне без разницы я просто-напросто собрать соберу но гарантию на свою работу я не дам только вынесли за калитку все мои полномочия закончили сразу же брпи хопала на карты сейчас из прицепа выгоним тайгу на там обслужить немножко и и вот стоит аппарат работа не чуть на лидера на лину я заглушил этот сам он лидера гушитель уже вот сюда в поддон выведен подсветку включу и гушитель вот здесь сделан я себе тоже также на снегоход сделал на свой очень четенько мне нравится офигенно и ну во первых на гусеницу не дымит во вторых нету здесь отверстия отсюда дым не выходит и право обочина у тебя одежды не вонят ну и вот здесь гушитель когда проставку ставят вот здесь не уходит здесь когда выходит можно сапоги спалить эту пенку очень легко можно прожечь как-то так то есть вот это самый офигенный вариант как сейчас на лидер сделано тайгу хава пургу хава желтая зеленая пленка плена да они покрашены масса потеряем сейчас мы ее оживим кого тайга возьмите себе на вооружение да на русской механике у нас сделано так ведомый вариатор то есть тарелки под ремень чтобы развести это надо то надо разобрать весь вариатор от контрагает вот эти гайки там гайки ну мир не разобрать то есть на раздвинуть тарелки туда подлезти как-то ключом снять ремень это все блять чуша чушь собача как сделано на брп я на вот на тайге точно также переделал просто болгаркой не снимаю ничего как вам объяснить контрагайку раскручиваем контрагайку раскручиваем если болтик торчит там ну миллиметра два-три хватает вам просто болгаркой старым вот таким маленьким диском отрезанным от миллиметровым пропиливаем пазики под отвертку и все сейчас у нас игровка происходит с этой стороны так как у нас здесь гусеница 600 к то допустим вот такая маленькая отвертка туда уже влезает но если не влезет можно там чисто сделать одну испортить отвертку до чуть покороче или же из наборов из набора взять ничего получается у нас где на есть вот такую отверточку вот этот самый под трещот ну и все и получаем трещоточкой будем крутить болтик как бы зашлить а потом закон трагаем эту гайку все то есть можно не снимаю вариатор не тоже нет не снимая ремень прямо настраивать это гораздо проще и удобнее вот точно также сделано на барпиху все ставим вариатор и все готов щенка поменяли на и склизы склизы подшипники в роликах в роликах потом топливный фильтр у час ремень вариатор поднастроил все а масло сейчас серый соли сливает масло с коробки забахнем нового масла в коробку и все готов чинка выезжать я все равно от него не отстал но не охота мне было мыть руками получается надо собрать два мотора и коробку отстался что я сделал что я сделал она получается забирает воду сама сливают воду сама греет воду сама по программе но единственное что что не включает сама насос поэтому я напрямую с розетки сделано отдельный тумблер тэн кипит слышно что он работает но если дверку отрать открыть час тэн у нас погаснет парит горячие пирожки а также чё-то тэн почему-то греет очень очень сильно как мне кажется все картер готов чинка вот такое состояние такое вот состояние так не отмылась такого там в порох грязь может даже кисточка это не отмоется так все картер вынимаем это картер у нас поедет мотор в белозерск сейчас два мотора собираю белозерск и получаться друг вове но и он и картер еще ничего не делал только помог основании вовы основании вот так от было черное не видно блин вообще кипяток а нагреет скорее всего сейчас просто тэн лупит вообще не отключается и вот такой вот такое состояние коробки тут алюминий на нас силу мином немножко потемнело или алюминий тут крашеный может быть еще но немножко потемнело ничего страшного в этом нету еще я вычислил вы чего появилась видите иначе коробку разбирали сто процентов лазили не варили аргоном а может быть него не разбирая варили так 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 вычислил что когда средства но средства напоминаю пользуюсь профик вот такой завод химик химик life профик ультра мк она идет как сухой концентрат 2 килограмма на 100 литров раствора можно можно бодяжить больше это у меня отныло за получаться не трогая кисточками из двух с половиной часов сейчас полтора часа то есть за час времени на час времени в принципе нормально можно вообще можно вынимать уже сути дела осталось вот здесь только сейчас мы это дело знаете как сделать размягчим кисточкой маленько потрем кисточкой извиняюсь за тряску одной рукой снимаешь другой другой что-то делать не больно таки это удобно а штатив доставать вообще не хочу хотя есть не все четко она была очень грязная коробка все в масле все в масле все отмылась ну естественно герметик она не убирает средства ни одно средство герметик не отмоют так мы сейчас ее перевернем вот на эту сторону не помню на какой стране может просто-напросто туда струи не выпадает запихнем здесь включим паузу чтоб ты не грел и включим машинку хотя пусть погорят сейчас она уже кстати там осталось она на час двадцать пять по моему слива от воду меня так поэтому поэтому но результат кожуха охлаждения я ничего общение тернин кисточкой из грязи не из грязи не видно было стойка охлаждения на стойках охлаждения приходится подтирать кисточкой немножко клетчатку ну подшипники естественно мою под замену поэтому и мою муки не разбираю клетчатку особенно вот с этой стороны немножко там ну как будет вот эти места надо подтирать а так все все вот 2 допустим 2 тоже все отмыто после мойки подшипники то есть оттуда вымыло все смазать на навести приборку получатся головки с мотора он из-под белозерска деревня шоу а мотор александра то есть получается плоскости мне парни сделали профрезеровали отличненько и на этой головке тоже самое плоскости сделали готовлю вам всяк сборки это самое устав температура это самый долгий процесс но я думаю всем все кто кто занимается ремонтами любой техники меня поймут что дольше подготавливаться чем собирать подготовка занимает самое самое долгое время устал башка не варить так ладно все парни буду буду собирать мотор и моторы два мотора и коробку как по коробке может быть какую информацию покажу при сборке а так показывает ничего не не то что нечего никогда снимать его сейчас первый раз за четыре куча за пять часов первого сел посидеть скипел чайник на попить чай сейчас упадут коленвал на мотор который поедет под белозерская сторона зажигание магнита в районе двух соточек сторона вариатора чуть побольше сотки серединка тоже в районе двух соток серединка тоже в районе двух соточек еще покажу поставлю кто меня постоянно смотрит наверное заметил что у меня на стекле теперь на индикаторе вот на этом не нету надписи плюс-минус вот как на этом индикаторе разбил стекло но она оригинально стекло идет стеклянных поэтому она разбилась пока ставил на полку туда упал и аптекарный станок разбился как-то так так и серединка у нас получается в районе двух соточек скачет не могу понять почему скачет нужно все равно быть ну в районе двух соток полторы сотки скачет из-за того что на подшипнике есть немножко алюминия алюминия алюминий здесь присутствует из картера ну что нам и говорит о первоначальном биении посерединка была 5 или 7 соток сторона вариатора в районе трех и сторона зажигания в районе 10 но картер это уже я сейчас поставил я тогда-то разобрал и картер убрал в сторону картер у нас в идеальном состоянии это говорит нам о том что этот коленвал был поставлен в этот картер ну или картер заменить то есть на этом моторе заменили картер и здесь не видно следов рассыпавшийся сепараторов то есть не задира ничего нету не над ну вот обычно бывает здесь внизу в этой половинке она обоих головках есть следы от развалившегося сепаратора и вот этот след то есть да если бы изначально этот коленвал стоял в этом картере вот эти следы алюминия это про это парни не ямы да не каналы плохо фокусировать это не каналы это следы от алюминия алюминий сюда прилип из картера ну в котором он первоначально стоял то есть возникает такое ощущение да что там есть картере следы и люди многие думают я уже об этом не один раз рассказывал показывал что в картере провернула подшипник это именно выколачивает алюминий подшипниками стальными подшипниками из алюминиевого картера то есть вал имеет биение подшипник колотит и ударят бьет и получается что он вышибает алюминий на себя ну вот здесь он и присутствовал я уже здесь все почистил подшипник в идеальном состоянии смазанный не шуметь не гремит вообще все четенько имеет небольшой зазорчик все как надо ладушки а ладушки поэтому сейчас остается дежурными подшипниками выставить зазор в картере и соберем этот картер и будем заниматься уберем его сторону будем заниматься следующим мотором вовином и то же самое низ соберем и уже дальше будем заниматься коробкой от стелса план капкан у меня сегодня зазор в картере убирать обязательно смотрите просто поставлены подшипники без всяких лигу и желчных колец сюда так зазор сейчас плюс-минус миллиметра полтора точно есть не поднять одной рукой не поднять а должен быть зазор один зазор должен быть ну от трех десяток до двух десяток вот так вот больше индивиду меньше тоже не надо делать и больше не надо делать убираться зазор вот такими регулировочными шайбами не знаю где вы возьмете эти шайбы в продажу у меня нету как-то так такая шайбочка толщина у ее они есть разные есть 02 есть но да есть 02 015 015 еще есть вот такие большие большие это 025 по моему сколько так они вот эти светлые то 015 вот это 0202 сейчас сейчас уберем блин шайб короче полтора миллиметра шайб надо достаточно много перерасход а изначально на этом двигателе было одна шайбочка здесь другая шайбочка здесь ну тоже большой зазор бы скорее всего я не мерил но предположительно что я сейчас примерно полтора миллиметра ну миллиметр зазор бы если зазор не убрать то просто напросто вариатором раздергать раздергает коленвал вариатором и или будут получаться разобьет посадку в картере или же вот так вот прославлю подшипники что вал будет вот так гулять в подшипниках но это повторяюсь это у меня дежурные подшипники поэтому чтобы выставлять зазор начал собирать коробку остался и получается что получается криворучки тут были в этой коробке и что получилось вот с этой стороны у нас сюда торчит втулка которая на приводной вал и на сальник в итоге эти орлы на какой-то хуй вынимали вот эту втулку на вся исколочина была я уже сейчас ее вот подшлифовал маленько сейчас им подсветочку хочу выправил все косяки убрал видно да сколько тут коцак было выколачивали и получается выколачивали и потом обратно ее не до садили она получается должна втулка имеет бурт и вот здесь бурт есть получается да то есть она нет не так с той стороны ставится они ее не до садили потом это собираться все дело вот так вот подшипник у нас ставится с этой стороны ну вот так вот короче вот так подшипник ставится вот так ставится подшипник и вот этой стороной буртом получается втулка идет вот так упираться в подшипник в итоге они ее не досадили и получаем так как бы вам показать это все а вот отсюда я покажу о видите шестеренка цапала за корпус редуктора это из-за того что подшипник недосажен был то есть подшипник должен быть осажен вот сюда а он не до садился и двинул шестерню в ту сторону но где у нас и на как он сказать задевала шестерни вот пришлось 6 эту втулку вынять она вынимается получается вот она если стоит с этой стороны да вот так торчит то она не сюда вынимается а в ту сторону но на вся из колочина просто поле пиздец сейчас ее впрессуем обратно она даже не впрессовываться так грубо говоря сейчас от руки вставляются сейчас мы с герме тосиком туда за бабаха как надо настоящую до самого упора и все четенько будет они села она у изнать из-за чего еще может быть нужно не найти короче получается они когда ее скорее всего в прессе присылали и задрали алюминий и вот здесь под буртом ну вот в этом месте даже куски алюминия были такие как кольца и из-за этого ее перекосило и не дало посадить до конца как-то так то есть парни будьте аккуратнее продолжаем сборочку и кто-то у меня спрашивал в комментариях типа того что покажи как переводить типа коробки на конические подшипники да ну заменять шариковые подшипники на конические в итоге там все то же самое ну разборка сборка но эта коробка уже на конических подшипниках естественно там коробка на обычных шариков подшипников и шариковые подшипники не ходят так как шестерня у нас косым зубом было бы прямозубая передача то это бы шариковые подшипники все ходила так как косозуба идет постоянно нагрузка в бок и обычно шариковый подшипник не сдюживает вот что вам нужно купить естественно сами подшипники так сейчас посмотрим вот на этом на этом посмотрим может быть не стерлась нет стерлась я их не менял потому что блин я и так на память я не помню маркировку парня но суть в том что конические подшипники вам нужно будет купить допустим за зайдете в каталог тайги и и посмотрите но уже современной коробки и посмотрите там маркировку подшипников я так на память сказать вам не могу вот и вот такие оси паразиток это оси нового образца уже получаются оси паразитов и все грубо говоря вынимаете оттуда шариковый подшипник убирайте колечко которая лежит там промеж подшипников дистанционно его не надо ставить убирайте его оставляйте большой стопор вставляете два подшипника конических для обоймы в паразитку ну естественно ставите все в корпус все подойдет и парни не делайте вот так видите какая шестеренка то есть хозяину было сказано как только коробка выйдет за калитку вся гарантия на мою работу пропадает то есть такую залипуху я делать как бы не люблю но приходится то есть попросили попросили сделаем как бы хозяин это все видел это не одна шестеренка такая еще вторая это широкая паразит когда не нижняя можно назвать ее так верхняя паразитка точно такая же с таким же износом не читая сегодня не подготовился на было все сначала отмыть но она видите тоже такие зубья к чему это приведет это приведет к тому что коробка во первых гудеть будет а во вторых в любой прекрасный момент этот зуб может раскрошиться и забрать с собой всю коробку как то так то есть парни не экономьте на этом если видите что шестерня ну и извините за мать и пиздец то ее на поменять а не крае деньги и потом прилипнуть на целую коробку как то так все собираю больше показывает тут нечего запихиваемся шестеренки на место и все тут коробка печаль беда выломана тут ухо но это ладно тут течь не будет тут герметик был белый красный красный черный какого только не было то есть сколько раз не налазили это вообще непонятно и и варили уже вот тут это хорошо что вот такое только местечко выломал как бы удар не сильно беда печаль эти подшипники естественно не этот сама сказали оставить этими но конические подшипники они как бы в принципе если дорожки у их хорошие то они ходить будут все собираем до конца и уже звоним хозяину пусть приезжает забирать и еще по коробке не сказал получаем что получаем у нас по подшипникам это три подшипника но это кому может надо вот три подшипника 6 304 304 3 подшипника 3 подшипника 305 3 штуки и 2 подшипника на низ на ведущую звезду так 6008 получается на два штуки ну и естественно четыре подшипника еще конечных это в паразитке ну коробка собралась тут немножко раз два три плохие резьбы поэтому прижал струцинкой и с фиксатором закрутил поддерживать нормально вот ничего страшно все все приедут забирать останется им залить маслишко туда такого-нибудь у коллега или чем такого покататься там километров сто сто пятьдесят слить его и залить свежего масла ну и как вы заметили на столе появился rotax 550 550f проблема с ним на прессовать попробовать заглох на ходу запустился и потом плохо стал работать непонятно почему сейчас опрессом сейчас все поймем мотор под давлением но этот сама все все ладно не травит не травит вот здесь немножко подпускала сначала но все стоит на месте подтянул состоит все четко это будет следующий выпуск кому интересно про rotax 550 смотрите не переключайтесь всем удачи парни всем пока катайтесь главное не ломать